Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Толкование Святителя Анастасовского послания к евреям. Начнем покаяние. Вещеваю вас. Один с усильных молитв, другой с обильных слез, третий с сокрушением. И последнее ведь, как оно ни мало, ни бесполезно. «Видел, что опечалился, говорит Господь, и пошел сокрушом, и исцелил пути его». Книга пророка Исаии. Все же в общем начнем с милосердия, с оставления ближним согрешений их, с забвения обид, с воздержания злопавельства и мстительности, смиряя таким образом души свои. «Если бы мы постоянно вспоминали о грехах своих, то ничто из предметов внешних не могло бы возбудить в нас гордости. Ни богатства, ни могущества, ни власть, ни слава. Когда бы даже мы сидели на царском седалище, и тогда плакали бы горько». Блаженный Давид был царь, и однако говорил, омочая его всякую ночь ложи мою. Ни багреница, ни диадема нисколько не причиняли ему вреда, и не возбуждали в нем гордости, потому что он создавал, что он человек. Он имел сердце сокрушенное, а потому и плакал. «Что такое дела человеческие? Пепел и пыль, прах пред лицом ветра, дым и тень, лист и цвет, уносимые ветром, сон, мечта и басня, пустое колебание воздуха, легко возбуждаемое, перо возметаемое, течение непостоянное, и все, что только может быть еще ничтожнее этого. Отчего же, скажи мне, ты много думаешь о себе? Какое звание ты считаешь великим? Не консул ли? Многие действительно не знают ничего выше этого звания. Но и тот, кто не консул, нисколько не хуже того, кто был в таком блестящем, многославном звании. Тот и другой имеет одинаковое достоинство. Тот и другой одинаково прекратя существование спустя немного времени. Когда же тот был консулом, скажи мне, сколько времени? Два дня? Это бывает и во сне. Но здесь скажешь, сон. Что же, разве то, что бывает днем, не сон? Почему же, скажи мне, не можем назвать этого сном? Как сновидение, по наступлении дня оказываются недействительными, так и совершающийся днем становится недействительным по наступлении ночи. Ночь и день продолжаются одинаково и равно разделили между собою все время. Потому как днем никто не восхищается тем, что было с ним ночью, так и ночью невозможно восхищаться тем, что бывает днем. ты был консулом, и я был. Только ты днем, а я ночью. Но что в том, ты через это не имеешь ничего больше меня, если только не считаешь преимуществом название консула и удовольствие, заключающееся в одних словах. Выражу это яснее. Если, например, я скажу такой-то консул и припишу ему это звание, название, то, как только оно сказано, уже не прошло лет, таково и все. Консул явился, и уже нет его. Но положим, что он был консулом год, два, три, четыре года. Были ли консулы, которые консульствовали по десяти лет? Нет. Не таков Павел. Он был всегда славен при жизни. Ни день, ни два, ни десять, ни двадцать, ни тридцать дней, и не десять лет, ни двадцать, и не тридцать лет. Но и по смерти его вот уже прошло. Четыреста лет, когда жил злотаус. А он и теперь еще славен. И даже гораздо славнее, нежели при жизни. И это еще на земле. А славу святых на небе, кто может изобразить слово? Потому, ищевая вас, будем искать этой славы, стремиться к ней, чтобы достигнуть ее. Потому, что эта слава, истинная слава. От всего житейского будем удаляться, чтобы нам получить благодать и милость во Христе Иисусе, Господе нашим, с которым Отцу со Святым Духом слава держава честь и поклонение ныне и пресное во веки веков. Аминь. Том 12, страница 93-94. Божья милость.